доброго времени суток дорогие друзья я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я покажу вам как сделать заготовку на зиму очень вкусный ассорти овощной салат мы готовим банки стерилизуем их можно просто подержать над паром в общем то я делаю именно так и мы укладываем баночки вот я уже приготовила здесь да видите хрен и укроп зонтики далее мы готовим овощи что мы имеем вы можете положить другие разные да но вот я делаю именно такой и вот этот набор он очень радует когда открываешь банку зимой да много всяких вкусняшек интересных они однообразный продукт в банке естественно да то есть вернусь немножко сюда к банкам нашим хрен и зонтики укропа и приправки лавровый лист черный перец горошком и сегодня добавлю немного горчицы вы также можете добавить какие-то любимые свои специи вот но я больше ничего не делаю потому что здесь такая вкусовая гамма и так очень очень обильная я приготовила помидоры огурцы головки чеснока кабачки вот порезала их если они крупные то можно порезать вот так еще на пополам и ну кожурочку в общем то хоть и молодые кабачки у меня чуть-чуть я прям так тоненько подсняла кожурочку и мы добавляем цветную капусту да вот разрезанная ведь вот на такие зонтики можно брокколи добавить у меня брокколи нет но я делаю еще из брокколи очень вкусно получается можно сюда добавить белокочанную капусту листовую тоже нарезки такими же кусками тоже будет очень вкусно но сегодня вот у меня это закрутка она будет с цветной капустой морковка на тоже порезанная такими дольками и болгарский перец вот я люблю разноцветность такую красивую здесь красный а вот зелененький оранжевый там еще есть да то есть по мере я может быть еще на подрежу и сейчас все вот это я укладываю в банке немного так забыла сказать добавляю помидорчики когда будете укладывать в банке их хорошо бы прокалывать не хорошо в общем то надо это делать чтобы они когда мы будем заливать горячей водой не лопались я делаю так вот ножичком остром раз и сделала такой легкий надрез можно зубочисткой тогда они будут целенькие и вот такие же красивые кругленькие без трещин и без лопин будут лежать баночки мы заполнили наши банки овощами и в итоге получили вот такое красивое ассорти наши действия дальше я приготовила уже стерилизованные крышки да рекомендую вам тоже сделать это на заранее и а сейчас мы будем заполнять наши баночки с овощами кипятком берем просто кипяченую воду закипевшую не тепленькую да именно кипятком и мы заливаем полностью до самого верха вот таким образом и накрываем крышкой наши овощи должны прогреться мы оставляем их так на 15 минут я буду заливать так все банки и накрывать крышечки 15 минут дается на прогревание овощей и так друзья мы заполнили наши банки горячей водой оставляем их на 15 минут для прогревания овощей и затем мы сливаем их в одну емкость ну и соответственно по литрам начинаем добавлять сахар и соль то есть мы готовим маринад можно сделать маринад заранее да то есть это кому как нравится если вы хотите сэкономить время это конечно получится быстрее то есть пока у вас залита сейчас вода в банках вы можете уже готовить маринад и когда вы сольете эту горячую воду из банок сразу залить маринадом я делаю по-другому то есть все равно какие-то вкусовые качества уже приобретает вода которая у нас баночка я сливаю ее в кастрюлю в общую да то есть вот со всех этих банок сливаю в общую кастрюлю и довожу до кипения я добавляю на 1 литр маринада воды собственно говоря пока еще да потому что маринад будет уже со специями я добавляю одну столовую ложку соли и 2 столовых ложки с горкой сахара еще раз повторяю на литр из расчета на литр воды одну столовую ложку соли можно не сильно с большим верхом и 2 столовых ложки сахара с горочкой ну или без горочки 3 все равно как бы на вкус и цвет если вы занимались и раньше делали маринованные помидоры то вы понимаете да как бы можно положить и 3 и 4 ложки сахара помидорам хуже не будет они только получаются какие-то более насыщенные но учитывая то что здесь у нас ассорти здесь и морковка и капуста вот поэтому не переборщите то есть две столовых ложки сахара с горкой вполне достаточно пока закипает маринад да то есть я уже слила горячую воду в кастрюлю добавила на литр из расчета на литр воды столовую ложку соли 2 столовых ложки сахара и теперь нам надо приготовить уксусную кислоту 70 процентную и две ложки я приготовила потому что у меня есть двухлитровые банки и у меня есть трехлитровые банки добавляем уксус непосредственно в банке и на трехлитровую банку мы добавляем добавляем десертную ложку уксусной кислоты а на двухлитровую достаточно будет чайной ложки поэтому я приготовила 2 если у вас банки одного размера значит вам две ложки не нужны я приступаю к заливке у меня закипел маринад и я сейчас буду заливать ну вот и все наша закрутка готова и она отправилась в укрытие под шубу до завтрашнего дня а до полного остывания на сегодня у меня все я искренне желаю вам благополучия счастья будьте здоровы и пусть вашем доме всегда будет вкусный хлеб и вкусная здоровая еда которая будет доставлять вам удовольствие и не наносить вреда вашему здоровью с вами была мария смольникова пока пока до новых встреч если видео понравилось можете поставить лайк я буду вам благодарна и подписывайтесь на мой канал я буду делиться с вами всякими разными вкусняшками